Продолжение следует... 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 Если время работы на компьютере у вас больше 4 часов, вот каждый час отдых должен составлять уже не 5, а 7 минут. Нормы эти высчитаны на базе физических, на базе наблюдений, научных работ, связанных с физиологией труда, эргономикой рабочего места. Они не взяты просто так. Это то минимальное количество времени, которое дает нам возможность вернуться в рабочее состояние и быть эффективным на работе. Дальше очень важна релаксация для глаз. И тут важно определить, чтобы глаза работали максимально в расслабленном состоянии на компьютере. Очень важно посмотреть на настройки нашего монитора. Идеально, с того, что было высчитано, яркость должна содержаться где-то на уровне 10-15-20%. Но опять тут будете выходить из того, насколько вам комфортно смотреть. Концентность должна быть довольно высокой, где-то на уровне 90%. Частота обновления экрана желательно не менее 75 Гц. Это позволит глазам не менее уставать. И потому, что вот высокие разрешения дают нам возможность картинке быть очень четкой. И заодно это снижает нагрузку на наши глаза. Сам монитор желательно, чтобы он находился в расстоянии где-то около одного-двух метров от стены. И желательно, чтобы он был заземлен, потому что это связано с нашей электромагнитной безопасностью, которая является тоже очень важным фактором именно для работающих за компьютером и устройством и с повышенной электромагнитной частотой. Но я думаю, что это может быть отдельной презентацией, потому что это достигнуть очень важной и почему-то мало озвученной, и к этому не придает особого значения. И это требует более широкого раскрытия. Точно так же еще очень важный момент, где самое расстояние наше от монитора должно быть определаться именно его диагональю. И это расстояние должно выносить где-то две с половиной диагонали монитора. В связи с этим, если наш монитор имеет диагональ около 40 сантиметров, практически расстояние от него должно быть около одного метра. Тут плюс-минус можно менять немного расстояние там в пределах 10-15% ближе дальше. Заодно это будет тоже гимнастикой для наших глаз, которые будут менять фокус и заодно заставить хотя бы немного мышцы двигаться. Тоже важный момент связан с монитором. Если мы работаем и работа не требует просто употреблять его, может быть мы пишем что-то на рабочем столе, работаем с документами, желательно его выключать. Потому что нам надо понимать, что на нас светит фонар, который светит нам прямо в глаза. И этот фонар очень сильно раздражает нашу зрительную систему. Средством этого это отражается полностью на нашей нервной системе, в психо-национальном нашем состоянии, ну и на нашей усталости. Также рекомендую в моменте загрузки, перезагрузки каких-то программ поворачиваться так, чтобы монитор оставался в фоне и видели мы его периферическим зрением. И это время очень эффективно можно использовать для упражнения для глаз. И с глазами желательно работать по принципу немного, но часто. И как показывают научные исследования, этого рода короткие перерывы дают нам возможность освободить около 18 минут за 8-часовой рабочий день. Это среднестатистическая цифра, в которой мы можем очень эффективно работать со своими глазами, разгружая нагрузку на зрительный анализатор. Для того, если много работаем с документами, желательно приобрести боковой держатель для бумаг, который будет на уровне нашего монитора, можно сказать, прищепка, в которой будут прикреплены документы. Это позволит нам удерживать нашу хорошую осанку и ровное положение тела в работе, в нашем рабочем положении. Это, можно сказать, по поводу монитора, такие основные вопросы, которые я озвучу. Дальше спустимся ниже и рассмотрим положение наших рук. А еще очень важный момент вернусь, извините. Если мы работаем на ноутбуке, ноутбук должен быть на соответствующей высоте. Тогда для того, чтобы достичь высоты, той высоты, где глаза находятся в центре монитора ноутбука, он должен быть приподнят. Можете использовать какие-то локальные вещи, не знаю, книги, пачку с документами, или купить профессиональный специальный держатель, который крепится к столу, и может удерживать и регулировать высоту монитора по заданным требованиям, которые вам нужны. В этом рабочем месте могут работать некоторое количество человек. Но тогда для удобства работы надо произвести вторую клавиатуру. Для того, чтобы не работать с приподнятыми руками, смотря и ровной спиной. Это не очень-то эргономичное положение тела. Опуская ниже, сейчас прикоснемся именно к положению нашего тела и то, на чем мы сидим. Кресло должно быть очень удобным. Если есть возможность эргономического кресла, который дает возможность поясничной подставки, поясничного удержания, которое позволит нам более качественно удерживать ровную спину и хорошую останку, это хорошо. Если нет, желательно пользоваться специальными подушечками, которые позволят вам удерживать ровную спину. Тогда, если пользуемся подушечкой, и даже если есть уже в этом кресле вмонтирована поясничная подставка, наш креслец должен прикасаться спинке стуля для удержания естественных изгибов нашего позвоночника. Важным фактором является то, что сама сидушка. Обычно даже эргономические стулья имеют одно движение, которое является движением в период назад. Бокового движения нет. Для того, чтобы наше статическое положение, которое является для нас очень губительным, и которое впоследствии этого приводит нас к большим проблемам с тазобедренными суставами, внутренними органами и так далее, и так далее, я рекомендую сделать, можно сказать, даже не на очень качественном стуле, можно иметь очень качественное положение тела. Есть такое устройство, которое называется балансовая подушка. Это плоский диск с воздухом, и приобретая этого рода приспособление, гаджет, этот гаджет дает нам возможность очень динамического положения нашего позвоночника. Чем это важно? В статическом положении мышцы не работают. Тут очень важна работа глубоких мышц позвоночника, который раз фазмирует или раз напрягает, удерживает это состояние очень долго, а напряжение находится ниже уровня нашей чувствительности. И это является одним из, можно сказать, самополагающих факторов для последующих проблем с позвоночником. Вот именно балансирующая подушка дает нам возможность движения буквально в небольшой амплитуде, один, два, три миллиметра, которые запускают работу глубоких мышц спины. С этим этим эти мышцы начинают жить, работать, и совершенно по-другому начинает жить и работать наш позвоночник. И это отражает очень сильно на наши работоспособности. Это такая практическая рекомендация. Очень важно также обратить внимание на то, чтобы каемка стулья, передняя его часть, не надавливала или не передавливала, а может даже так выражу, нижней части бедра, потому что это является основополагательным фактором для варикозных расширений вен в нижних конечностях. И тут делаем очень простой тест, где можно подложить на каемку стуля ладонь и опустить ногу. Если чувствуете, что ваша ладонь очень сильно задавилась бедром, с этим надо будет что-то делать, и в помощь этому приходят нам подставки под ноги. Это наклонная подставка, наклонный, можно сказать, держатель для ноги, иногда так его и называют, где-то 10-15 сантиметров, можно приобрести один, можно приобрести два. Иногда есть специальные рабочие столы, где есть нижняя перекладина, дающая нам возможность изменения положения ног. Вследствие этого меняется и положение, изменяя положение ног, меняется и положение во всех суставных узлах, и это тоже дает нам возможность дополнительной динамики. Нам надо понимать, что все, что связано со статической работой, является для нас очень губительным. Если мы в эту работу вводим аспект динамики, это начинает давать нам возможность просто, можно сказать, заменить статическое рабочее место в место, на которое мы получаем физическую нагрузку. Это де-факто фитнес на рабочем месте. Тут еще является, почему это очень важно. Потому что, работая с документами, ведя какого-то рода, можно сказать, ответственную работу, очень часто мы увлекаемся в ней настолько, что все наше внимание находится на том, что находится на экране нашего монитора. Будь то это документ, будь то другая работа. И тут начинает развиваться так называемый синдром забытого тела. Это частая проблема, с которой я очень часто встречаюсь в своей практике. Возможность именно динамики во время рабочей позиции дает нам то, что часть внимания отводится на это тело, а мы о нем не забываем. Нам надо тоже не забыть, что все процессы, протекающие в нашем теле, включая нашу систему восприятия, которое тоже связано именно с ним. Если мы о ней забудем, но извините, это тело рано или поздно нам напомнит об этом. И обычно это уже бывает на том этапе, где пора встречаться с тем или другим представителем системы здравоохранения, а может даже правильнее бы назвать болезнью лечения, потому что то, чем занимается традиционная медицина, это болезнью лечения. Они не занимаются здравоохранением. Это, можно сказать, так, еще какие-то практические рекомендации. Практические рекомендации, то, что я сказал, во время этих перерывов, на это может еще сосредоточить после каждого часа работы, тратьте их очень активно. Активно в том смысле, что желательно поделать некоторое количество мягких упражнений, мягких растягивающих упражнений в зоне вашего комфорта и пользуйтесь глубоким дыханием. Для того, чтобы ваша работа была эффективной, тоже проветривайте помещения. Почему? Потому что по статистике 70% людей, работающих в офисах, работают в состоянии кислородного долга. И вот если есть состояние кислородного долга, тогда очень хорошо живут кофемашины, которые де-факто являются, можно сказать, вором вашего здоровья. Вы берете взаимы с будущего. Если очень хорошо проветренное помещение и вы насытили свое тело кислородом, тогда кофе уйдет в небытье и вы можете не пользоваться этим напитком, который не дает вам какого-то преимущества в стимуляции своего тела. Наоборот, вы можете это сделать очень эффективно, в разы эффективнее. Это еще такая практическая рекомендация. Ну и старайтесь больше всего двигаться. Очень хорошее место, где принтер находится в удалении, и вы можете за документом встать, вернуться, и ничего не произойдет, если в течение дня, где-то около полчаса, уйдет на то, что вы будете передвигаться, потому что это передвижение в конечном итоге отразится очень эффективно на вашей работоспособности. И позволить вам время, проведенное на работе, провести на 100% эффективно. Вот я думаю, тут по времени, смотрю, в принципе, мы приближаемся практически к концу, оставим немножко времени на вопросы и ответы. Этих рекомендаций может быть намного-намного больше, тоже вопрос там освещения, оснащения, так, чтобы на экран монитора не попадало слишком яркие, внешнее освещение, потому что это перенапрягает зрительную систему, или освещение, которым пользуемся, тоже попадало только на клавиатуру, а не отражалось на маникюры. Но это уже каждый из нас, наверное, эти вещи сам регулирует, потому что это является одним из больших неудобств во время работы. Я думаю, на этом сегодня практически мое изложение закончим. Буду рад услышать какие-то вопросы, если появятся, если будет интерес к ним. Спасибо большое, Мариуш. У меня уже один вопрос есть, он по поводу вот этих вот подушек, поддерживающих поясницу и спину. Как подобрать эту подушку для человека, если учитывать рост, есть люди там метр пятьдесят, есть два метра высотой, подходит ли она всем, или нужно обратить внимание на какие-то параметры? Я услышал вопрос. Тут первый момент, это удобство. В моменте выбора этой подушки мы все равно обратимся в какое-то социалистическое учреждение, где будем ее приобретать. Конечно, можем ее приобретать и по интернету, но желательно ее выбирать. Потому что, можно сказать, поясничный изгиб у каждого имеет свои особенности. У одного он больше, у второго он меньше. И в идеале поясничный изгиб должен быть такой, как и шея. И поясница очень сильно связана с шеей. Если есть вопросы в шее, будут вопросы в пояснице. Грудной отдел тоже тут мимо не пройдет. В связи с метров удобства, удобства, которое даст вам возможность почувствовать, что прикасаясь, можно сказать, крестцом к задней стенке сидушки, кресла, на котором вы сидите. Эта подушка не является не слишком, выдвигает ваш поясничный отдел вперед, а она очень комфортно формирует вашу спину. в связи с метров вы почувствуете, что ваша шея находится в очень расслабленном состоянии. Тут важно это почувствовать. Сказать, вот тому, у которого 2 метра он должен брать подушку 10-сантиметрового, а тому, у которого 1,5-5-сантиметрового, это было бы неверно. Желательно попробовать, попробовать ее, и мы определим. Это положение тоже может меняться, потому что, если мы долго работали в неправильном положении тела, возврат к правильному положению тела тоже будет требовать адаптации, и если он будет слишком резкий, он будет вести, будет сопровождаться болезними ощущениями. Это нам тоже надо понимать. Я ответил на вопрос. Да, я поняла. Спасибо большое. Может быть, у кого-то еще есть вопросы? Нет вопросов. Тогда я еще один задам. Хотела спросить, точнее, уточнить. Получается, что на самом деле не нужно тратиться на какое-то там крутое офисное средство, достаточно купить базовое и докупить балансирующую подушку, которая будет поддерживать спину и подставку для ног. Либо просто не покупать стол и купить стол для работы стоя? Вот интересное положение в рабочем стоя. Можно, конечно, купить стол для работы стоя. Тут надо нам учесть очень важный фактор. В моменте, если мы работаем стоя, наши ноги должны двигаться, потому что наши ноги могут быть или нашим другом, или нашим врагом. Если мы стоим на прямых несогнутых ногах, часто это бывает в положении за рабочим столом, за которым мы стоим, у нас правильно выстроен монитор, все хорошо, но ноги не двигаются. Представьте себе вот такого рода физиологическую картину. Сердце, которому грамм 300, оно должно додавить кровь до кончиков пальцев, и этого давления должно хватать еще для того, чтобы додавить его наверх. Это происходит тогда, если мы сильно увлекаемся работой, наши ноги не двигаются. Я очень часто наблюдаю за людьми, с которыми я общаюсь, у 97% вообще не происходит никакого движения. Это очень сильно отражается на работе нашего сердца, на перегрузке его. Если мы добавляем буквально небольшую амплитуду движений в коленах, дай еще бог в бедрах, это позволяет разгрузить работу сердца сердечно-сосудистой системы на 80%, не на 8%, а на 80%, подчеркиваю. Это тоже данные научных исследований. Вот это такая особенность, которую надо учесть, и естественно очень важно тут эргономическая обувь, если где-то присутствует дресс-код каблуки, но это не лучший способ. Не лучший способ для того, чтобы работать позиции стоя. Это будет сопровождаться большой перегрузкой вообще нашей дни конечной. Так, такая. Я ответил на вопрос или что-то осталось еще неотвученным? Нет, спасибо, мне теперь понятно. Понятно. У меня есть вопрос, меня зовут Алена, я хотела вам сказать большое спасибо за информацию, то, что вы нам сейчас за это короткое время рассказали. Я записала рекомендации, которые вы поделились с нами, и вы сказали, что очень важно проверить помещение. Что вы можете сказать, сегодня у нас за окном плюс 40, что вы можете порекомендовать и как вы относитесь к кондиционерам? Вопрос очень хороший по поводу плюс 40, конечно, если за окном открываем окна, если плюс 40 будет тоже, может, не плюс 40, но температура в комнате или в рабочем помещении увеличится. Можно использовать пару, кондиционер, открыто окно, кондиционер будет охлаждать массу воздуха, который находится, но кондиционер, он только занимается температурным режимом, никак не занимается именно насыщением воздуха кислорода, если это желательно проветривание. Конечно, идеально, если в помещении, где вы работаете, работает очень хорошо вентиляция, которая заодно и конденсируется воздух, и он подается в соответствующей температуре. Но если этого нет, пользуйтесь открытым окном и кондиционером. Это очень такой важный фактор. И, естественно, больше внимания надо уделять физическим упражнениям подвижности, потому что может быть достаточно кислорода в помещении, но быть его очень низкий уровень в теле. А для того, чтобы уровень в теле был, нужна подвижность. Это физиологический процесс, объяснение которого заняло бы некоторое количество времени. Может быть, как предмет какой-то последующей презентации мы определим со схемами. поверьте, это так надо делать. Спасибо огромное. Пожалуйста, попробуйте. Все, что я говорю, желательно просто пробовать. Вещи, о которых я говорю, это вещи, которые являются эффектом длительных исследований из области физиологии труда, эргономики рабочего места, и за ними стоят научные исследования. Это не то, что я просто так сказал. Очень много, кстати, по поводу вопроса Марины, где не надо тратиться на какое-то дорогое оборудование. Нет, оборудование должно быть эргономическим. И в принципе в очень скромном бюджете можно создать очень хорошие условия труда. Но я говорю из очень много так называемых гвоздиков во всех направлениях, которые связаны с маркетингом, где нас мотивируют к одному, второму, третьему через соответствующее действие. Мы увидим информацию в каком-то огрантовом журнале, по телевидению, какой-то научный эффектив ее озвучить еще и так далее. нас таким образом мотивируют к покупке того или другого. Как можно сказать на заброску скажу вам такого рода тему по поводу воды. Очень много сейчас появилось рекомендаций пейте воду, пейте воду, пейте воду. Воду тоже надо пить в нужном количестве, потому что если мы пьем ее слишком много, мы можем водой отравиться. Если наберете в поисковике отравления водой, можете почитать научные работы в этом направлении. у нас есть в теле наши можно сказать определенного рода механизмы, которые определяют когда нам есть, когда нам пить. И этого мы должны придерживать. Наша проблема как цивилизации в данный момент заключается в том, что мы начали жить по социальным, не по биологическим ритмам. Это тело живет по биологическим, мы хотим его заставить жить по социальным. Не учитывая этого, в конечном итоге вектора один и второй идут в разрез, а посередине пропасть, которая называется плохое состояние здоровья. Вот так, 16 часов, по-моему, время у нас. Да, да. Мариуша, огромное спасибо, я просто хотела еще лично тоже от нас поблагодарить Мариушу. Мы 2-3 недели тому назад встречались как раз в Швейцарии, и он дан нам, Михаилю, мне очень такие хорошие советы по поводу как стоять, как сидеть, и поэтому я сразу подумала, то есть Мариуша обязательно должен выступить у нас на Альше Talks, BSC Talks, чтобы как-то донести тоже эту информацию до других сотрудников BSC, и я думаю, в этом направлении мы обязательно будем дальше продолжать, как Мариуша тоже предложил, может быть, определенные темы, узкие темы, потом тоже в таком 30-минутном режиме, и я думаю, мы обязательно сделаем, может быть, в этой следующей неделе постинги по гимнастике глаз, какие-то статьи, и возможно, Алена, вы здесь тоже, может быть, посмотрите в Кишиневе, как бы, сам большой сейчас тоже участник этого только это в Кишиневе, может быть, посмотреть магазин эргономической мебели, или что, и просто попробовать, просто эти идеи реализовывать, да, то есть, хотя бы эти подушки, или просто, может быть, тестирование в офисе, в общем, что-то мы обязательно, Марьюша, обязательно реализуем и сделаем, фотографии будем вставить на Айше, и я очень вам благодарна, что вы нашли время, и, как бы, мы еще один шаг вперед по поводу здоровья и здорового образа жизни, и, Марьюша, если возможно, у вас тоже очень, вы несколько раз говорили об упражнениях, которые можно делать дыхательные, и я знаю, что у вас целое видео наработки есть, если это возможно, тоже с нами, или, может быть, хотя бы вот с чего начать, да, какой-то такой вот базовый упражнение, может, на 5 минут, на 10 минут, где вы показываете. Я лично у Марьюши проходила семинары, и каждое утро стараюсь использовать, если, Марьюша, у нас мы в 5 утра идем, делаем зарядку, дышим, то есть уникальная практика, уникальное чувство такого здорового образа жизни у меня, да, перед началом рабочего дня, и действительно, вот как Марьюша говорит, это очень простые советы. И скоро мы все вместе увидимся в Кишиневе, я думаю, можем попробовать это тоже делать, да. Спасибо всем большое за внимание, если есть какие-то идеи, у нас Лиля тоже делала презентацию по здоровому образу жизни, очень практикует здоровый образ жизни, она с нами тоже в коле, то есть, опять же, если есть какие-то линки или веб-сайты, с которыми можно поделиться, пожалуйста, на Айше, или Марине на e-mail, то есть, я думаю, для нас в первую очередь тоже важно обмен информацией, может быть, видео, статьи, чтобы мы как-то как говорится, разделяли, делились теми знаниями, которые есть. Спасибо всем огромное и до новых встреч! Продолжение следует...